Чего-то руки чешутся. На, чешутся, чешутся. Наверное, надо что-то распаковать, иначе руки чешутся. А давайте вот так вот распакуем. А вот давай еще вот так. Три посылки распакуем, этого будет достаточно, я думаю. Итак, как всегда, у китайцев кто-то работает на пенопластовой фабрике. У них этого пенопласта много-много. Они вот в этот пенопласт пакуют прям вообще от души, от души. И получается вот такое вот стеклышко получается. Стеклышко раз, и получается стеклышко два. Между двумя стеклышками положить прокладочку, китайский друг-товарищ не додумался. Для чего это стекло? Это стекло для Asus ZenPad. Прикольная достаточно штукенция. Давайте посмотрим, насколько она хорошо для нее подходит. Достаточно заметные края остаются, но по идее так и задумано. Почему так и задумано? Потому что, если вы будете надевать силиконовый бампер, хотя это вообще чушь, полнейший силиконовый бампер на ZenPad. Ну, на планшет вообще как таковой. То нужны хвосты, которые будут облегаться. Иначе вы будете этим бампером снимать себе стекло. Снимать себе стекло, а это не есть, хорошо. Так, убирай. Теперь надо аккуратно, потому что этот нож очень, реально, очень-очень-очень острый. И можно содержимому сделать кирдык-мердык. Давайте попробуем вставить. Так, вот, наверное, это же вставляется. И потом... Так, вот, все это дело прячется. Что у нас получилось? Кнопочка у нас в доступе. Да, то есть вот эти кнопочки все в доступе. Камера в доступе. А задняя камера тоже в доступе. Вспышки, насколько понимаю, нет. Сюда можно вставить стилус. Либо гвоздь сотку возьмем, потом чирикать. Не до конца дырочки, видите, сделаны. Для того, чтобы по нему можно было говорить. Вот таким вот образом. Ну, и опять же, чтобы динамика хорошо пробивалась под зарядку. Вроде нормально. А в остальном, ну, как-то вот, ребят, если честно, неоднозначно. Неоднозначно. То есть вот если с этой стороны еще худо-бедно вопросов нету. Это, ну, кажется, только грязь. На самом деле это не грязь. А то вот к этому... Типа поставить, что ли? Для чего вот это вот так вот делать? Я не понимаю. Вот. То вот к этому, видите, вот пузырь непонятный. Мы его убрали. Вроде больше не появляется. Вот здесь вот магнитик должен быть здесь. А он находится, видите, не здесь, а здесь. В итоге что получается? Ну, это явно магнитик, да? Да, это явно магнитик, а здесь тоже магнитик. То есть вот. Нужен ли здесь магнит? Нет? Как думаете? Вот очень интересный вопрос. На кой ляд здесь находится магнит? Потому что это магнит, это точно. А здесь уже не находится. То ли он что-то должен на экране делать, то ли нет. Буду я в этом отношении разбираться. Если так не должно быть, китаец получит спор. Вот. И от этого будем плясать. Ну, а так в целом вроде как-то... Ну, чехол и чехол дошел достаточно быстро. Значит, это был чехол и стекло на Asus ZenPad. И... И-и-и... Нет, давайте я это, наверное, сейчас отдельным видео сделаю. Так, ну, и раз уж это отдельным видео, давайте на этом прощаемся. Был с вами я, Михаил. Канал Картавый Блогер. Ну, и небольшая распаковка. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Пока. Субтитры Алексею Дубровскому!